Добрый вечер. Мы начинаем последнее заключительное занятие по недельному разделу Торы Микет. На прошлых занятиях мы подошли почти к самому концу этой главы, объясняли очень подробно действия Юсефа с того момента, как братья пришли к нему в Египет, и дочитали мы до середины 43 главы, в которой Юсеф приказывает подложить своим братьям те деньги, которые они уплатили за хлеб в их мешки, и только после этого отправить их домой. Братья отправляются домой по дороге, обнаруживают один из них деньги в своем мешке, затем, когда возвращаются уже к отцу все остальные, и рассказывают, им приходится нечем им делать, им приходится рассказать отцу, что они не смогут в второй раз вернуться в Египет, чтобы купить там хлеба, если не привезут вместе с собой и Бениамина. Это совершенно категорическое требование египетского сыновника, который оставил еще в качестве заложника, оставил Шимона. Им приходится рассказать все, что там было, приходится рассказать, что их обвинили в шпионаже, и только после долгого, по прошествии достаточно долгого времени, наконец-то отец соглашается, чтобы Бениамин отправился с ними. Вот они и идут в вторичном Египет, приходя к Есефу. Читаю 43 глава, 16 стих. «Есеф увидел между ними Бениамина и сказал управляющему домом, веди этих людей в дом, зарежь что-нибудь из скота и приготовь, потому что эти люди будут есть со мной в полдень». Он видит, что требование его было исполнено, братья привели Бениамина, и вроде бы, по крайней мере, промежуточная цель, которую он старил перед собой – привезти Бениамина в Египет, она достигнута. Здесь Есеф сменяет свой образ действий, он перестаёт говорить с ними сурово, он перестаёт обвинять их, находить какие-то преступления, а наоборот меняет гнев на милость. Настолько меняет гнев на милость, что даже приглашает их есть у себя дома. Это совсем-совсем неожиданный, безусловно, для них поворот действий, потому что где это видно, где это слышно, чтобы люди, которые приехали в какую-то страну для того, чтобы оттовариться там, купить хлеб, были приглашены не больше, не меньше, как премьер-министру главе этой страны на обед. «И сделал человек, как сказал Есеф, и ввёл человек этих людей в дом Есефа». То есть управляющий точно выполняет требования Есефа, приводит их к нему домой. И испугались эти люди, что были приведены в дом Есефа. Естественно, испугались, как в Радзиси Раши. Ведь где же это видно? Обычно никто из пришельших купить хлеб не останавливался на ночь в доме Есефа. Все ночевали, где люди ночуют? Чуть в гостиницах, на постоялых дворах. Поэтому они и испугались. Тут им оказалось, что хотя вроде бы кажется, что египетский сановник сменил гнев на милость, но исключено, что это снова маска, и он только в очередной раз готовит новую клевету, чтобы обвинить их в каких-то новых преступлениях. И испугались эти люди, что были приведены в дом Есефа, и сказали, а это, наверное, за серебро, возвращенное прежде в наши мешки. За это привели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабы и ослов наших. То есть, очевидно, все это, то, что нам подложили, то, что мы поняли когда-то, что нам подложили в наши мешки заплаченные деньги, все это было с самого начала провокации, это подлог. И сейчас эта провокация доходит до своего завершения. То есть, сейчас нас приведут в дом Есефа, предъявят нам обвинение в том, что мы не заплатили за хлеб, или украли этот хлеб, или еще что-нибудь. И там же, прямо не отходя от кассы, прямо в доме нас и поверживают. И пошли они к управляющему дому Есефа, и говорили с ним у входа в дом. Странно получается. До этого сказано было, и сделал человек, в 17 стихе, и сделал человека, сказал Есеф, и ввел человека этих людей в дом. То есть, они уже в доме. И то, что написано дальше, что им не овладел страх, это то, что происходит с ними в доме. И... А потом снова... И потом снова речь идет о том, что он их заводит в дом, а они говорят с ним у входа в дом. Их же уже завели в дом. Как же они говорят у входа в дом? Это значит, что хотя их завели в дом, но при всем при этом они, чувствуя страх, пытаются... Приходит здесь такое толкание. Он их заводит в дом, как дорогих гостей, они пытаются податься назад, и с ним говорят... И здесь происходит вот эта вот немая сцена у входа в дом. Когда он их заталкивает, они пытаются не заходить в дом, потому что, естественно, они чувствуют, что этот дом превратится для них в тюрьму. Что же они ему говорят? И сказали, послушай, господин мой, мы приходили прежде покупать пищу. Был такой факт. Было. Так вот, и было. Самое главное – это постараться побыстрее признаться. То есть, еще до того, как им дадут обвинение, выдвинут обвинение в краже денег, сразу же признаться, что так это было. Это вот было, когда мы пришли на ночлег и открыли наши сумки. И вот деньги каждого в отверстие его сумки. Наше серебро. Прямо по весу. То есть, точно каждый столько, ровно столько, сколько он отдал, столько и вернул землю. И мы возвратили его своими руками. Мы сегодня, когда мы пришли, самое первое дело, что мы сделали, мы вернули снова эти деньги. А то, что мы сейчас покупаем хлеб, так это уже на другие деньги. И привезли другое серебро с нами, чтобы выкупить все снова. И мы не знаем, кто положил наше серебро в наши мешки. Понятия не имеем, кто это сделал. Но мы вернули. Но он сказал им, мир вам, не бойтесь, успокойтесь, все в порядке. Ваш Бог и Бог вашего отца дал вам клад в ваши сумки. Серебро ваше дошло до меня. У нас все с точки зрения нашей бухгалтерии, все в порядке. У нас записано в книгах, деньги получены, все расписки на месте. Так что то, что у вас оказались деньги, это Бог ваш и Бог ваших отцов. Просто задача, для чего он подчеркивает Бог ваш и Бог ваших отцов, вытраши, как это понимать, ну, либо за ваши заслуги, может, вы такие хорошие люди, что Бог дал вам этот клад, ну, а если ваших захлуп не хватает, так Бог вашего отца, то есть заслуги ваших отцов. В любом случае, никаких обвинений к вам нет, все чисто, с нашей стороны никаких претензий нет, деньги у нас есть. Бог вам помог, скажите спасибо им. И ввел тот человек этих людей в дом Юсефа. Опять ввел. Так, то есть он их сначала завел, потом они его вытолкали наружу и начали с ним говорить там уже у входа и убеждать, что они вообще ничего плохого не делали, денег они не крали. Когда он их успокоил, и их сопротивление ослабело, они уже не выталкивают его наружу, тогда он снова завел их в дом. И дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корм ослам их. И они приготовили дар до прихода Юсефа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. Тот самый дар, который еще повелел им взять отец, они приготовили богатые подарки специфическими для эрци Исраэля плодами, и достают, приготовят это, чтобы украсть это, чтобы подать это достаточно уважительно. Им уже сообщили, что они не просто так приходят туда, а что они приглашены на обед к Юсефу. И пришел он Юсеф домой. И они принесли ему дар, который привезли с собой в дом, и поклонились ему до земли. И он спросил их о здоровье, и сказал, ну здоров ли ваш отец, старец, о котором вы говорили, жив ли он еще? И они сказали, мир рабу твоему отцу нашему, он еще жив. И они поклонились и пали ниц. Поклон, то есть то, что сказано здесь в оригинале, есть две стадии, есть когда человек преклоняет голову, так, имеется в виду поклон, а падает ниц, это когда он уже растилается по земле. По египетским приличиям, перед высокопоставленными особами, не только перед фараоном, но и перед его крупными чиновниками, именно так падали ниц, ведь просто простирались на земле. И поднял глаза свои, и увидел Бениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал, это ли ваш меньшой брат, о котором вы не сказали? И не дожидаясь их ответа, он-то хорошо знает, поэтому их ответ ему не нужен, и сказал, да помилует тебя Бог, сын мой. И заторопился Иосиф, потому что вскипела в нем жалость к брату его, и он хотел плакать. Иосифа нет сил продолжать этот спектакль. Не может, слезы наворачиваются на глаза, но поскольку он уверен, что продолжать спектакль надо, цели, которые он поставил перед собой еще не достигнуты, поэтому, чтобы скрыть свои слезы, он вошел в комнату и плакал там. И умыл свое лицо, и вышел, и скрипился, то есть, сделал усилие над собой, чтобы прекратить плакать, и сказал, а давайте есть. И подали ему особо, и им особо, и египтянам, евшим с ним особо. Почему так странно? Вроде бы, люди приглашены на обед к Иосифу. Ну, на обед к Иосифу. Все, очевидно, должны сидеть за его столом. Не-не-не. Он сидит за отдельным столом, и все гости, ну, может быть, такой сверх-сверх высокопоставленный человек, что ему вообще не гоже есть с простыми смертными, но тогда всех остальных его гостей можно было посадить за один стол. Тоже нет. Иосиф отдельно, египтяне, которые у него на этом званом обеде отдельно, и его братья, евреи, пришедшие из земли канадской, тоже отдельно. Почему такой странный порядок на званом обеде? Почему все не сидят вместе? Турасама это объясняет. Ибо не могут египтяне есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. Почему это мерзость? В чем здесь дело? Раша объясняет нам, ибо это мерзость. Египтянам претит есть вместе с евреями. Почему? Можно себе представить, просто в общем это видно сегодня по сохранившимся, по дошедшим на нас египтским источникам, что египтяне действительно с отвращением относились к азиатам-качевникам, к людям, которые не имеют своего, как в общем, не местные, и не имеют бомжей такие, не имеют своей земли, и поэтому относились к нему. Ну, в принципе, можно относиться к людям с отвращением, но с другой стороны, вот когда таких людей приглашают к себе, хоть относятся к отвращением, но все равно можно посадить за сто, уже если одно из двух, если ты их приглашаешь к себе, так, наверное. Поэтому Раши тут же приводит еще перевод Ункилуса, который несколько расширяет и объясняет, а Ункилус дал тому объяснение, почему им настолько претит есть вместе с евреями, ибо животных, которым египтяне поклоняются, евреи едят. Египтяне, несколько подобно, немного напоминает сегодняшних индусов, египтяне поклонялись животным, самым разным животным, не только те, которые употребляют пищу, они поклонялись и быкам, и коровам, и кошкам, и обезьянам, и крокодилам, и змеям, и многим-многим-многим разным другим животным. То есть многие эти животные были олицетворением самых различных египетских богов. Поэтому, конечно, тот, кому поклоняются, тот, кто божествор, естественно, в пищу его не употребляют. А для евреев, как для пастухов, кочевников, для них мясо – это основной продукт питания. Поэтому, если же Йосеф знает, с кем он имеет дело, он знает, что когда он приглашает своих братьев на обе, от им нужно будет подать мясо. То есть египетской едой, а чем египтяне, любопытно, что и сегодняшние арабы, которые живут в Египте, они, в общем-то, питаются почти тем же, чем питались египтяне тысячи лет тому назад. сегодня, когда археологи нашли, скажем, документы, в которых описывается подача еды для людей, работающих на возведении пирамид, то приблизительно нам понятен их рацион, что они ели. И по сей день едят хлеб, репёшки, едят пуль, то есть, это особая растущая в Египте фасоль, в общем-то, бобовые такие, немножко зелени и пива, вот это основные брага такая. Это основные продукты питания, как были тогда, так они остаются и сегодня. Зная, что евреев такими угощениями особо не накормишь, он же сказал своему управляющему, как было сказано выше, введи этих людей в дом, зарежь что-нибудь из скота, надо открыть мясную кухню и приготовь, потому что эти люди будут есть со мной в полдень, их фасолью не накормишь, они должны получать мясо, но для египтян это ужасно, смотреть, как этот самый кочевник будет обсасывать косточки твоего собственного божества и как он будет жевать мясо того, которому ты поклоняешься, это действительно для них это жуткое богохульство и ставить современного человека и сидеть за одним столом рядом с каннибалом, который будет обсасывать какие-нибудь человеческие косточки и так далее. Требовать от египтян при всем уважении к Йосефу подобного было нельзя, поэтому египтяне отдельно, Йосеф отдельно и братья его евреи за мясным столом отдельно. И сели они перед ним первородный по первородству и младший по молодости и дивились эти люди друг перед другом. Чего они дивились? Ну, навскидку, я бы сказал, не дивились тому факту, что их пригласили за стол к премьер-министру, а уж когда они еще видели какой это стол, куда они попали, не исключено, что до некоторого времени они не очень-то понимали, с кем они имеют дело. Что они понимали? Они пришли покупать хлеб. Кто им продает хлеб? Ну, какой-нибудь там завскладанный, еще что-то может быть какой-нибудь чиновник Министерства торговли, еще кто-то. Но теперь, когда они пришли в дом к Юсефу и поняли, до них немножко начинает доходить, куда они попадают. Естественно, они дивятся, когда они видят все это богатство, которое можно себе представить, было у премьер-министра Египта, дивятся. Ну, не исключено, что здесь есть еще один фактор, а именно почему они дивятся, каким образом их рассадили по первородству. Раши объясняет здесь следующую вещь, что Юсеф велел достать свой кубок и устроил к ним здесь целое представление. Щелкал по кубку и говорил, а, вот этого зовут Рувен, пожалуйста, садись сюда, ты здесь старший, следующий, Шимон, сюда, следующий, и тогда щелкая по кубку он назвал все имена, точно указал, кто из них старший, точно, кто указал, и младший, и, конечно, это было для них совершенно неожиданно, откуда этот человек, что это за колдун такой, откуда, каким образом, щелкая по чашке, по кубку, можно знать их имена, их возраст. продолжает раши, что когда Йосеф дошел до Бениамина, снова щелкнул по своему кубку и сказал, а вот эти были, он их родил, вот эти вот сыновья одной матери, Лен, Шимон, Леви, Сахар, Звулун, вы садитесь, с этой стороны здесь им, а вот этот, когда он дошел до Мениамина, у него матери нет, а у меня тоже нет матери, так что вот он сядет со мной и подносили им доли от его лица, от его лица, от него, то есть, помимо того, что их просто кормили, он еще им посылал, как уважаемый человек со своего стола посылал им порции, и доля Бениамина была в пятеро больше доли каждого из них, то, что он выделяет своего брата Бениамина, понятно, зачем Бениамину в пять раз большая порция, чем всем, если... Раша объясняет следующим образом, просто не то, что ему дали такую порцию, как сказок об американском ресторане, в котором дают порцию четырех фунтового бифштекса, то есть, где-то килограмм двести грамм мяса, ни один нормальный человек, даже половину съесть невозможно, это не то, что ему дали такую нечеловеческую порцию нормальную, нет, имеется в виду вот что, Юсеф дал ему, послал ему от себя порцию, его жена, Уснат, тоже от себя, чтобы его выделить, послал ему порцию, два сына Ефраима Менажа, тоже послали ему порцию, получается, что он получил одну свою порцию, еще четыре, одну свою наравне со всеми, еще четыре, которые ему послали со стола Юсефа, с нашего стола в нашем столе, и они пили и охмелели с ним, подчеркивается здесь не только, что они охмелели, а охмелели с ним, почему с ним, ясно, что они сидят, едят и пьют у Юсефа, Раши отвечает, что на самом деле здесь было вот что, с того дня, как они продали Юсефа, у них не было сомнения, что они сделали правильное дело, в правоте своей они не сомневались, но вместе с тем, продажа собственного брата, это очень нелегкое испытание, и поэтому они перестали пить вино, полностью отказались от вина, он тоже не пил вина, и вот и был этот первый день, когда каждый из них, и Юсеф, и его братья, Юсеф, сознательно зная, почему он прекращает, они несознательно, просто потому, что они оказались вот в такой вот очень неловкой, нервозной и непонятной обстановке, они тоже не удержались и стали пить вино, в этот день пили и захмелели вместе с ним, ну, пока все идет хорошо, замечательно, Юсеф он улыбается, почует и проявляет знаки уважения, милости, мы начинаем сорок четвертую главу, и приказал он управляющему его домом наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести и положить деньги каждого в его мешок, а эту зачем, он уже один раз это он уже сделал, зачем это делать во второй раз, а мой серебряный кубок положи в отверстие мешка младшего, и деньги закупленные им хлеб тоже, что касается мешка младшего, там должны быть не только его деньги, но и мой серебряный кубок, и сделал тот по слову Юсефа, зачем он это сделал, для чего, мы знаем, что произойдет в дальнейшем, Юсеф пошлет своего управляющего, чтобы их догнать, он их догонит, и обвинит Бениамина в том, что тот украл, и потребует, чтобы тот остался у Юсефа рабом, чего он хотел достигнуть, может быть, он хотел, ну, братья уходят домой, ну, пусть и ходят, по крайней мере, своего близкого ему брата Бениамина, сына его матери, который брат ему не только по отцу, но и по матери, он хочет оставить у себя, может быть, это имелось в виду, тогда это, если так, то это немножко выбивается из всего хода действия, и понятно, почему вдруг у него появилась такая идея, такая мысль, в общем-то, комментаторы, объясняя весь ход действия, всю линию его поведения, почему он не признается братьям, почему он не бросается ему на шею, почему он играет весь этот спектакль, почему он обвиняет их, мы видели самые различные комментарии, ни к одному из них вот это вот желание оставить Бениамина у себя не очень оно клеится, ну, а как же тогда объяснить, если взять комментарий Рамбана, который утверждал, что поскольку написано во вскоре Иосифа Иосифа вспомнил Иосифа свои сны, которые он видел о них, которые снились о них, то получится, что основной мотив поведения Иосифа было обеспечить то, что те сны, которые он видел, чтобы они реализовались в действительности, если так, то пока реализовался только первый его сон, то есть все братья, на этот раз пришлось сделать второй заход, первый раз пришли 10 братьев, но Бениамина не было, на этот раз пришел еще и Бениамин, вот наконец все, первый сон про снопы и пшеницы, он сбылся, вот они сейчас пришли, поклонились ему все в ножки, включая Бениамина, почему, потому что очень кушать хочется, потому что хотят купить хлеб, это все с добром, но там был еще один сон, в котором должны были поклониться ему отец и мать, вот это еще не достигнуто, значит перед ним еще задача попытаться выманить, попытаться выманить и отца, и Акоба, чтобы он тоже пришел в Египет, может быть для этого он старается сейчас задержать Бениамина, будучи уверен, что отец его, поняв, что последний сын Рахеля Бениамина оказался в Египет, в Египте он уже не будет полагаться на братьев и отправиться сам в Египет для того, чтобы хлопотать и освободить Бениамина, может быть, можно сказать, хотя Рамбан сам этого не говорит, но логика его объяснения вроде подталкивает на то, что это был его замысел. Другие, если снова Барбанель, а Барбанель писал, что Йосеф заботился здесь прежде всего, он хотел, две цели у него было, с одной стороны проверить, перед тем, как открыться, им проверить, исчерпан ли тот конфликт, который когда-то привел к его продаже или нет. Он подозревал, естественно, Йосеф должен был каким-то образом найти себе объяснение, чтобы как-то объяснить поведение братьев, почему, за что они его продали, за что он вроде бы ничего плохого против них не делал. Может быть, не исключено, одна из возможностей, которую он хотел проверить, может быть, этот конфликт был просто, поскольку они, хотя они братья, но они от разных матерей, и здесь вот это и вызвало здесь трение, то есть братья, сыновья Леи, они ополчились здесь на сыновей Рафели, поэтому его продали, именно поэтому ему сейчас нужно поставить их перед испытанием, а именно посмотреть, откажутся ли они от Бениамина или нет, вот поэтому он и хочет здесь обвинить Бениамина в краже. Вторая цель, говорит Абарбанель, это дать им возможность еще искупить свой грех, то есть поставить их в ситуацию, которая напоминает ту, которой они были. Их грех в том, что они его продали, но и вот сейчас у них снова возможность похожая очень на это, когда им нужно, перед ними встанет выбор, что он будет смотреть, какая их будет реакция, будут ли они заступаться за Бениамина или нет, или скажут, что можно сделать, очень сожалеем, но не останемся здесь все, у нас свои семьи, у нас жены, у нас дети уже не будут голодать из-за того, что мы будем за Бениамина. если они проявят здесь некоторую холодность и не будут стараться вовсю, вовсю, вовсю его вызволить, то тогда дело плохо, тогда не ясно, нужно ли ему открываться или нет. поэтому он решил положить кубок в мешок Бениамина, вопрос остается, ну а деньги еще зачем, зачем он второй раз, это просто мы и начали, зачем во второй раз Юсеф кладет деньги в мешки своих братьев, что это ему дают, вроде бы той цели, которую мы объяснили, достаточно было для этого только положить его кубок в мешок Бениамина, чтобы его потом обвинить, а Юсеф, говорит, Абрубанель хотел сделать здесь, что называется, чистый опыт, ведь может быть, если у братьев появится хоть какая-то мысль, а может быть Бениамин действительно украл, может быть, они не будут за него заступаться не потому, что у них есть антагонизм с сыновьями Рахели, не из-за вражды, может, никакой вражды и ненависти уже давным-давно, не там уж никогда и не было, а почему, что они рассудят, что может быть он действительно своровал, а как это может быть так, что среди них в их семье вор, вообще-то, конечно, не может быть, но если вспомнить поведение его мамы, то и у мамы тоже когда-то у него были такие поползновения, когда она украла у деда Лавана, когда она украла Терафим, поэтому может быть он, как говорит Митраж Ганав Бен Ганевит, может быть, он просто воришка, сын воровки. Вот это Йосеф хотел исключить, он хотел добиться ситуации, в которой им будет стопроцентно ясно, что Бениамин ничего плохого не сделал, поэтому вместе с Кубком он положил еще деньги, а они-то уже знают, уж каждый по себе знает, что он свои денежки заплатил в кассе, у них, называется, и расписки есть за заплаченные деньги, и каждый из них видит, что деньги ему вернулись, а к Бениамину вернулись не только деньги, но еще и Кубок, значит им совершенно стопроцентно ясно, ясно как божий день, что это подлог. И вот теперь можно поставить чистый опыт в этой ситуации, когда им ясно, что это подлог, и Бениамин ни в чем не виноват, будут ли они за него заступаться или нет. Так пишет Барбанель, и если они всеми силами души будут за него бороться, тогда в этом можно будет усмотреть и их раскаяние в самой продаже Йосефа. Двинемся дальше. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и их ослы. Так только, хотя, в общем-то, вся миссия закончилась вечером, и вечером был еще этот прощальный банкет, но никто из них вечером в дорогу не пошел, как известно, в дорогу ходят утром. Едва они вышли из города, недалеко отошли, как Йосеф сказал управляющий дома, встань, догони этих людей, когда догонишь, то скажи им, почему вы заплатили мне злом за добро? Не летали кубок, из которого пьет мой господин? И он еще гадает на нем. Плохо вы это сделали? Вот это он должен был сказать. Йосеф не только дает ему здесь указания, но и точные слова, которые он должен передать. И он догнал их и сказал эти слова. И они сказали ему, для чего господин? Он говорит такие слова. «Опаси Бог, твоим рабам сделает такое дело. Ведь деньги, которые мы нашли в наших мешках, мы возвратили тебе из земли Каноанской. Как же мы будем красть из дома твоего раба? Из дома твоего господина серебро или золото?» Подчеркивает, страши – это один из тех случаев, когда гмора приводят то, что называется кальвахомер, то есть логическое рассуждение по принципу от легкого к кальвахомеру, то, что называется от более легкого к более строгому. Если уже эти деньги, которые пришли к нам, были подложены нам в мешки, мы готовы были их вернуть, то, что нам попало, то как же можно на нас возводить обвинение, что мы что-то будем красть? У кого из твоих рабов найдется, тот да умрет, а мы будем рабами господину нашим. И он сказал теперь по вашим словам, пусть так и будет, так и будет, но только с одним уточнением. У кого он найдется, тот не будет рабом, а вы будете чты. Наоборот, вот как раз то самое испытание, я вас отпускаю, ничего к вам вообще не имею. И они поспешно опустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. И он обыскал, начав со старшего и окончил младшим. Почему он искал именно таким образом? Потому что если бы он сразу стал обыскивать первым Беньямина, то подлог и манипуляции были бы уже слишком очевидны. Поэтому он делает здесь вид, как будто бы он не знает, где находится кубок, он не знает, где искать, и Беньямина он обыскивает последним. И нашелся кубок в мешке Беньямина. И разодрали они свои одежды и возложил каждый ношу на своего осла и возвратились в город. И вошел Иуда и его братья в дом Иосифа, а он был еще там. Иосиф не уходил, не уходил на службу, оставался в доме, дожидаясь развязки. И пали перед ним ниц. И сказал Иосиф, что же вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек как я сумеет угадать? Вы же не видели, что я знаю всех вас, как вас зовут, какого вы возраста, и где у каждого стояла его кровать в вашем доме? Я же все знаю. Так что вы думали, что я не смогу догадаться, кто украл? Что за глупость? И сказал Иуда, что нам сказать господину что говорит нам и чем оправдываться? Бог нашел вину за твоими рабами. И вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашелся кубок. Бог сказал упасти, Бог мне это сделать. Иосиф продолжает здесь свое испытание. Мне не нужно, чтобы вы были рабами. Тот, в чьих руках нашелся кубок, будет не рабом. А вы пойдите с миром к вашим родцам. Иуда полностью признает вину. Вот эти его слова. И сказал Иуда, что нам сказать господину что говорить и чем оправдываться? Бог нашел вину за твоими рабами. И вот мы рабы господину нашему. Это слова настоящего большего человека, который признается и раскаивается в своем грехе, принимая на себя и с этого момента он готов принять на себя любое наказание и любую кару. Почему? Да потому что обычно человек, который еще не большего, он прежде всего не признается другим, самому себе он не признается в том, что он грешит. Ибо у него на любой, на любую претензию и на любой вопрос у него есть ответ, у него есть оправдание. А это я сделал так, потому что это можно. В одной книге написано так, я читал. А это я от одного уровня слышал, что так можно. А это я сделал, потому что у меня были стесненные обстоятельства, а это потому оправдание у нас есть на любой совершенно наш поступок. И вот только когда человек наконец отбрасывает оправдание, и когда он говорит вот эту фразу, что нам сказать господину моему, что говорить и чем оправдаться, нечего. Сказать нам нечем, говорить нам нечего и оправдываться нечем. Бог нашел вину за твоими рабами. Что значит Бог нашел вину за твоими рабами? Это не значит, что мы признаемся в том, конкретном грехе, которым нас обвиняют. Дело не в этом. Просто Бог нашел наш старый грех. Словами Раши «Мы знаем, что не провинились перед тобой, но Богу угодно, чтобы такое постигло нас». Почему? Кредитор, то есть тот, кому мы задолжали, нашел место взыскать с нас долг. За нами числится должок, мы перед Богом в долгу давным-давно. Есть перед нами, есть у нас другой грех, мы его совершили, вот за него мы сейчас и расплачиваемся. Хотя мы точно знаем, что уж по крайней мере в краже мы не виноваты, но мы виноваты в других грехах, поэтому мы готовы принимать на себя кару, поэтому мы готовы все быть рабами у тебя и остаться здесь, у тебя. вот только здесь, только здесь Иуда от имени своих братьев высказывает раскаяние в самом главном, а именно в продаже Юсефа. Это же смысл его слова. Бог нашел, кредитор нашел возможность, нашел время, нашел место для того, чтобы взыскать свой долг. Подобно тому человеку, который должен делать должник, который долго бегал от кредитора, пока наконец кредитор не сумел поймать его где-то, запереть его в угол и пришло время расплаты. Старый, старый, старый должок. Если раньше, после того, как Юсеф выпустил братьев из тюрьмы, в которой они просидели три дня, они уже высказывали раскаяние, ему этого тогда не хватило, потому что тогда, как сказано там, и они говорили друг другу, точно мы виноваты из-за нашего брата, потому что мы видели его страдания, когда он умолял нас, но мы не хотели его слушать. Они здесь раскаиваются только в своей жестокости, подобно тому, как они сейчас сидели в тюрьме трое суток, живо представили себе, сработала здесь ассоциация, как был Юсеф в той самой яме, в которой они его бросили. Здесь они понимают, что это не случайно, Бог их ткнул носом в их проступок, в какой проступок, как они понимают, в жестокости. То, что он умолял и просил их вытащить его ямы, а они проявив жестокость, не вняли этому, вот в этом они признали здесь. Но в самой продаже еще нет. Саму продажу до сих пор они считали жестоким, но что делать? Справедливым делать. Вот здесь только они раскаиваются в самой продаже. Серьезный вопрос, а что их привело? Почему именно здесь это происходит? Но прежде всего обратим внимание на многословность иуды. Как он говорит? Что говорит нам и чем оправдываться? Точнее, что нам сказать господину моему? Что говорит нам и чем оправдываться? Три фразы, которые вроде бы говорят о том же самом. Есть мидраж, который объясняет, дает три объяснения вот этому вот многословию. Зачитываю мидраж, драж раба. Что сказать господину моему о деньгах, найденных в наших мешках в первый раз? У нас нет никакого оправдания, мы не знаем, не можем объяснить, каким образом. Понятно, что это выглядит так, что мы украли, у нас нет оправдания. Что говорит нам вторая фраза лишняя о деньгах, найденных в наших мешках во второй раз? И чем оправдываться? А это уже кража кубка. Итак, они говорят Юсефу, есть три обвинения против нас, первые деньги, вторые деньги и кубок, нам нечего сказать. Этим объясняется многословие, что сказать и что говорить нам и чем оправдываться. Мидраж дает второе объяснение. Что сказать господину нашему об истории Стамар? И Луда вспоминает свое приближение Стамар. Что говорит нам о поступке Реувена? И чем оправдаться в уничтожении Шхемы? То, что мы когда-то перерезали всех жителей Шхемы, устроили там резню. Снова три объяснения этим трем фразам. И третье объяснение альтернативное дает Мидраж. Что сказать господину моему? Что нам сказать о Иосефе нашему отцу, который находится в земле Кнадской? Что говорит нам о Шимоне? И чем оправдаться по поводу Бениамина? Итак, вот эти слова «Что нам говорит господин мой?» Мидраж объясняет трижды и каждый раз по-другому. В первом варианте объяснения «господин мой» это вот египетский сановник, перед которым Иуда стоит. Я перед тобой, перед египетским сановником не могу оправдаться ни в первых деньгах, которые оказались у нас, ни во вторых деньгах, ни в краже кубка. Нет у меня правды. Второй раз Мидраж объясняет, что господин мой это не египетский сановник, а господин мой это Всевышний. У нас есть еще долги, Иуда говорит, что я ничем не могу оправдаться за все те грехи, которые у нас есть перед Богом. Моя история с Томар, история Рувена с отцом и история Шимона и Леви, которые устроили резину в шхеме. Нет у нас оправдания. Третий раз, господин мой, это уже отец, и перед отцом мы тоже не можем оправдаться. Мы виноваты, если он спросит, как так получилось. Где Иосеф? Нет у нас оправдания. А Шимон? Тоже ничем не можем оправдаться. А Биньямин, который сейчас остается в Египте, тоже у нас нет оправдания. Вот это действительно полная чува, очевидная. Признаем все наши грехи, ничем не оправдываемся, готовы принять любое наказание. Вот теперь, когда Иосеф очевидно достигает почти своей цели, когда в общем-то драма приходит к развязке, то имеет нам смысл еще раз вернуться к вопросу каковы же были мотивы поведения Иосефа. В принципе, этот вопрос мы обсуждали здесь уже достаточно подробно, приводили самые разные классические комментарии «Им рамбана и абарбанеля и хискуни». А вот сейчас все эти комментарии, они все хороши и великолепны, но у каждого из них есть свои славности. Может быть, мы сможем сейчас собрать из разных комментариев и составить одно объяснение, которое будет наиболее полным и логичным. С Божьей помощью попробуем. В принципе, будет это построено в большей степени на комментарии абарбанеля, только с некоторыми изменениями. Абарбанель обращает наше внимание на то, что Иосеф постоянно строил такие ситуации, в которых оказывается ставил братьев, такую ситуацию, которая по ассоциации должна была им напоминать то, что они сделали с ним, их поведение в истории с ним. Только абарбанель утверждает, что его идея в этом была дать им возможность искупить грех. Известно, что Всевышний дает возможность человеку искупить грех, наказывая его в меда келегед, меда мир и замер. Поэтому Иосеф ставит их в подобного рода ситуациях. Второе, для того, чтобы выяснить, действительно ли они полностью раскаялись, а полное раскаяние это именно тогда, когда грешник попадает в такую же точную ситуацию, это полное раскаяние. Так объясняет Абарбанель. Идея, в общем-то, мы ее тоже воспринимаем, то есть намеренное желание Иосефа конструировать ситуации, похожие, очень напоминающие то, что было с ним, это верно. Только мы попытаемся дать здесь некоторое другое объяснение, почему он это сделал, что им толкало. И второе дополнение мы возьмем из комментария Равирша. Все это вместе соедним, попробуем объяснить. Итак, прежде всего я прочитаю здесь один отрывочек из слов Равирша. Если бы Иосеф, поставив себя на место Иосефа, мы, вероятно, сможем прийти к следующему объяснению. Если бы Иосеф хотел оставаться главой государства, если бы он не хотел возвращаться в свою семью как сын и как брат, то ему не нужно было прибегать ко всем этим затеям. То есть, если бы в планах Иосефа старалось было сохранить свое место, свою работу, работает премьер-министром, почти заместителем царя, и в общем-то, если бы он видел себя отрезанным лантем, семья там, а я здесь, то все это ему было не нужно. Он бы мог сразу же открыться и последовало бы, может быть, достаточно сентиментальная сцена встречи братьев после многих лет, разлуки с ощущениями вины и так далее, но никакого спектакля ему играть не нужно было бы. Но на самом деле это не так. Мы видим, что Иосеф по-другому планировал свою жизнь. Ведь даже став повелителем Египта, Иосеф воспитывал своих детей в духе семьи якобы. И в конце жизни он попросил, чтобы Кости его покоились в земле отцов, и не просто в земле отцов, чтобы его отвезли действительно, когда это будет только возможно, и похоронили его братья срая. Поэтому он чувствовал, что прежде, значит, его идея, его план совершенно другой. Ему необходимо, он этого хочет. Он хочет вернуться в свою семью. А он чувствовал, что прежде, чем он сможет открыться своим братьям, должны произойти два события. Первое. Если возможно, он должен поменять свое мнение о них, свое мнение о братьях, но, что более важно, его братья должны изменить свое мнение о нем. Их взаимные чувства должны переродиться, ведь между ними была совершенно открытая очевидная вражда. Если он сейчас возвращается, то вражда она на самом деле остается. Если они не смогут восстановить прежние близкие отношения, то даже вернувшийся к семье Иосеф был бы потерян как для семьи, так как он был бы потерян для семьи, так и семья была потеряна бы для него. Иными словами, говорит Рафир, Иосефу не было смысла возвращаться в семью, он хотел вернуться в семье. Конечно. Рамбан приводит такой вопрос, с этим вопросом он подтверждает свою версию. Почему Иосеф, прожив 20 лет в Египте, не написал маленькую открыточку папе домой? Он же знает, что отец его изнывает, он же знает, что отец его скорбит и считает его прогибшим, пропавшим без вести. Так почему бы не жалиться над отцом и написать ему маленькую открыточку папе, у меня все в порядке, я в Египте устроен, работаю, хорошо, все и так далее. Почему нет? У Рамбана свое объяснение, если бы он написал такое письмо, то отец бы тут же ему сказал, очень здорово, подай заявление об уходе по собственному желанию, чемодан, и скорее домой, о чем вообще разговор с этой ссорной. А Иосеф же хочет, чтобы его сны реализовались, а это может быть только именно там в Египте, нигде, ни в каком другом месте, он понимает, что именно там они могут реализоваться. Это объяснение Рамбана. Исходя из того же самого вопроса, мы даем на него совершенно другой ответ по словам Рамберша. Не было смысла писать это, потому что если бы сейчас действительно он бы написал, отец бы ему сказал возвращайся домой. Да, абсолютно точно, как говорит Рамбана, это очевидно. Не было смысла возвращаться домой. Не потому, что тогда сны не сбудутся, дело не в этом, дело не в снах, а потому что весь тот конфликт, который был, он останется на месте. Он не, инцидент не исчерпан, конфликт не разрешен. Иосефу необходимо, необходимо этот конфликт разрешить. У этого конфликта, говорит Рамберш, две стороны. Во-первых, ему нужно каким-то образом решить проблему с собой. Он же к ним очевидно испытывает очень-очень горькие чувства. Конечно, у него есть оправдание. Конечно, он понимает, что братья не злодеи. Конечно, он понимает, что все понимает. Но вместе с тем, человек, которого вот так вот родные братья бросили его сначала в ям, чтобы он там умер от жажды или от укусов змеи, скорпионов и так далее. А потом продали его в рабство, в Египет. Понятно, что он в глубине души очень-очень-очень серьезный рубец. И ему этот рубец нужно каким-то образом с ним что-то сделать. Ему нужно, чтобы тот шрам, который остался у него на душе, те горькие чувства, чтобы они как-то нейтрализовались. Ему необходимо изменить свое отношение к ним. Быть может, для этого он и устраивает им определенного рода вот такие испытания и экзамены. Подходим близко к тому, что говорит Абарбанель. Он конструирует ситуации, похожие на те, чтобы увидеть, что они ведут себя по-другому и тем самым изменить свое собственное отношение к ним. Это первая его задача. Вторая его задача – это как-то изменить их отношение к ним, что, конечно же, сложнее. И вот здесь напомним еще одну вещь. Когда мы приводили комментарии Абарбанеля, то зачитывали, что сам Абарбанель это пишет, что в его комментарии есть одно слабое место. А именно, ведь Тора, объясняя мотивы поведения Йосефа, начинает эту историю словами и вспомнил Йосеф сны, которые он видел о них. По Рамбану все понятно. Вот очевидно. Сама Тора говорит, каковы мотивы. Сны. Он хотел, чтобы сны, которые он увидел, теперь реализовались. Абарбанель, который это не принимает и все остальные не принимает, мы уже говорили об этом достаточно долго. Почему? Потому что сны – это замечательная вещь. Но тот, кто дает сны, если эти сны – вещи, тот сам позаботится о том, чтобы они реализовали. Где это видно, где это слышно, чтобы человек, которому приснился сон, даже если он думает, что он вещи, чтобы он был обязан или читал бы это очень важной вещью работать над тем, чтобы эти сны реализовались. Тот, кто послал сон, тот сам его реализует. Это не дело человека, увидевшего сон, работать над его реализацией. Поэтому Аббарбанель, ну хорошо, а как же тогда объяснить вот эти слова? Если мы мотивы поведения Йосефа объясняем по-другому, то как же это пришить к тому, что говорит Тора? И вспомнил Йосеф сны, которые он видел о них. Вот на этом сейчас остановимся по-подругому. Он вспомнил сны, которые видел о них. И он хорошо вспомнил, он хорошо знал, что именно эти сны были причиной того, что они его возненавидели и что в конечном итоге они вынесли ему смертный приговор. Это корень проблем. И вот этот, и его нужно вырвать, вот эту вот проблему нужно вырвать с корнем. Ее-то нужно разрешить. Все начинается с этих снов. Как же Йосеф подходит к решению этой проблемы? В чем здесь дело? Йосеф хорошо понимает, он хорошо понимает, что сейчас в той ситуации, которая есть сейчас, возвращаться в Синю нет смысла, потому что проблема не решена. Какая главная проблема? Не просто вражда, которая возникла, не просто конфликт. в Польше. Йосеф понимает, что его братья это достойные богобоязни люди. Как он объяснит их поведение? Почему же они тогда его возненавидели, ни за что, ни про что, почему они хотели его убить, а потом только чуть-чуть смилотивались и решили его продать в Египет? Он понимает, что это не было просто взрывом гнева, что не было какой-то итальянской драмы. это люди, которыми руководят не чувства и не гнев. Это люди, которые подобную вещь взвешивали, взвешивали достаточно хладнокровно, взвешивали со всех сторон и пришли к необходимости его сплавить. То есть, в общем-то, вынесли ему смертный приговор. Вот этот смертный приговор и есть его проблема. Он должен каким-то образом, если он вернется сейчас в семью, конечно, то произойдет, будет слезоточивая такая сцена, все расцелуются и все замечательно, но смертный приговор останется в силу. Никакие чувства, никакие эмоции братьев с места не сдвинутся. Они, конечно, очень раз трогаются, увидели своего собственного брата через 20 лет, но Иосефу необходимо, главное, ему необходимо изменить этот, чтобы изменить этот приговор, ему нужно дать им новую информацию, им нужны факты, которые бы изменили их отношение к ним. Как же он действует? Сначала, как я объясняла Барбанель, он строит им ситуации, в которых проявляется действительно очень они похожи, ассоциация одно к одному. Это их должно на что-то натолкнуть. На что? На то, что называется хэшбон и нафиш, на то, что люди, по идее, когда с ними такое случается, как люди богобоязненные, они станут спрашивать себя, а за что же это нам случилось? Может быть, мы где-то, может быть, это звоночек свыше, скорее всего, это звоночек свыше. Это договор. Бог сделает с нами. Это Бог делает. Поэтому начнут они думать. И действительно, в какой-то степени это сработало, но не до конца. То, что мы видели, что они стали думать, может быть, это из-за того, что мы сделали с Юсефом, то есть, проявились по отношению к нему жестокость. Но это не то, что нужно Юсефу. Юсефу нужно, чтобы они поняли, что весь их приговор был основан на ошибке. Что он делает? Он понимает, что произошло. Они, почему они решили, что он опасный тип? Ведь он же ничего такого плохого не делал. Да, он рассказывал, с одной стороны, он рассказывал свои сны, в которых он видел себя правящим, и они ему кланяются. А с другой стороны, он ябедничал на них отцом. Они взяли куски определенной информации, фрагменты, составили в одно целое, и по этим фрагментам они восстановили картину действительно ужасающего человека, который стремится к власти, который хочет воцариться над всей семьей, который потому необычайно опасен. Поэтому ему снятся подобного рода сны, ибо то, о чём человек боится признаться себе днём, он об этом видит сны, и поэтому он на них ябедничает, он на них собирает компромат, он за ними шпионит. Всё это выросло, как картина просто ужасающая, поэтому они приговорили его к смерти. Самая главная причина в том, именно в этом, что люди судят о других на основе фрагментарной информации, дополняя его при помощи своего ображения и при помощи своего мышления. Вот это Йосеф хочет им показать. Вот здесь вот и была ваша ошибка. Что же он делает? Он архабвиняет в шпионаже. Они говорят, шпионаж, мы шпионы, мы никогда не были шпионами, мы не дадимся в шпионах. Да, но вот очень интересно, вы все, а не оправдывается, мы все сыновья одного отца, мы все братья. Это очень интересно, мы все братья. А почему так вышло? Он им показывает записи контрольно-пропускных пунктов. Почему каждый зашел в город, в другие ворота? Если вы все братья, почему вы все не пришли вместе? Почему каждый из вас, войдя в другой вход, если вы шпионы, все понятно, вы попросту обходите весь город, каждый получает свой сектор для того, чтобы его осмотреть, собрать информацию. Это чисто шпионские действия. Они-то знают, почему они пошли так, потому что у них была вторая цель, не только купить хлеба, но и найти Йосефа, и выкупить его. Но они не могут же сказать это египетскому сановнику. Довольно дурацкая ситуация. То, что он говорит, на них возводят сейчас подозрения, они знают, что ничего не имеет места, ничего не имеет общего с действительностью, но ответить им почти нечего. Они начинают сбиваться, начинают придумывать объяснения, почему они так делают. И начинают говорить, да, действительно, у нас есть папа, и у нас есть еще и младший сын, еще один, которого здесь нету. А, говорит Йосеф, совершенно верно, очень точно, еще один, которого нету, точно, есть папа, он начальник этой вашей разведки, а есть один, которого нету, вы его послали к нему. Ну, вот это только больше подчеркивает мои подозрения. И чтобы еще больше их поставить перед ужасающей действительностью, он им вдруг говорит, что, знаете что, я вас арестовывать не буду, потому что я Бога боюсь. Если до сих пор они думали, что перед ними просто какой-то мерзавец египтянин, который антисемит, который их просто над ними измывается, вдруг оказывается ничего подобного, всякий, который сомнится, я Бога боюсь. Так если Бога боится, почему он над ними так измывается? Откуда это? Почему это так? Каждая подобная вещь и то, что происходит в дальнейшем. Каждый их шаг, все, что они делают, они приходят к отцу и вдруг находят, что у них, у каждого в мешке деньги вернулись обратно. Очень подозрительно. И отец начинает их подозревать. Может быть, они попросту бизнес такой сделали, то есть они хлеб купили, а денежки не заплатили, быстро-быстро смотались. А если нет, откуда же у вас деньги? Почему у вас деньги? Ну, что они могут объяснить? А, деньги нам подложили. Почему подложили? Египтянам интересно подкладывать вам деньги, египтянам интересно обвинять вас. Что? Вещи сном. Что происходит? Все выглядит очень подозрительно. Они знают, что они не виноваты, но объяснить они это не могут. И, наконец, последняя история. Когда? Когда они находят кубок, когда находится кубок у Бениамина, что уже можно сказать? Улики налицо. Все. Вот оно. Но они же знают точно, стопроцентно, что этого не может быть. Что ни он крал, и ни они не крали, но все факты налицо. Один к одному. Один к одному. Один к одному. Дурацкое совершенно положение. Им нечем оправдываться. Это то, что говорит Иуда. Они не могут оправдаться, потому что оправданий никаких нет. Они знают стопроцентно, что они не виноваты, но это выглядит, что они действительно виноваты. Виноваты кругом. И в том, что они воруют, и в том, что они шпионят, и в том, что они... И вот только здесь Иуда доходит до понимания, что же произошло. Ведь не само же это случилось. Нашел кредитор место расплатиться, чтобы с нас взять этот долг. Мы старые должники. В чем мы должники? В чем наш грех? В продаже Юсефа. Почему? Ведь точно так же не исключено, что могло быть и с Юсефом. То есть мы на основе того, что было, на основе его снов, на основе того, что он ябедничал, на основе того, что он делал, мы составили определенную картину. Но не исключено, что мы же сейчас видим, что иногда может быть, что человек абсолютно ни в чем не виноват, и ничего плохого не сделал. Но выглядит все это ужасно, как будто бы он действительно грешник. И он ничего-ничего не может объяснить. Ничего. Потому что все факты против него. И все-все. Каждый-каждый факт, все против него. Именно в такой ситуации они сейчас и оказались. Вот только здесь Иуда вместе со своими братьями дошел до понимания того, что вся продажа была ошибочной. И весь приговор, который они вынесли Юсеф, он тоже был ошибкой, ибо он основан был на фрагментарных каких-то данных, из которых состроили, дополнили общую картину, которая, в общем-то, не имела никакого отношения к действительности. И только после того, как они это на своей собственной куре пережили, только после того, как они увидели, как они оказались в ситуации, когда все против них и все факты против них, хотя они знают, что они ни в чем не виноваты, вот только тогда, и тогда они поняли свою ошибку, и только тогда они в ней признались. Вопрос, как прорегирует на это Юсеф, но это уже в следующем недельном разделе.